Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре среда, 7 декабря, в студии Болду Байрамукова. Я рада приветствовать всех, кто это утро начинает вместе с нами. И по традиции, коротко знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления на Украине, Международный фестиваль Фламенко Вива Испания, День памяти святой великомученицы Екатерины, День памяти жертв землетрясения в Армении, Национальный день памяти в США. В 1732 году в Лондоне был открыт Королевский театр Ковингардин. С 1769 года отмечается День Георгиевского креста. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как Итальянский архитектор и скульптор Шувани Лоренцо Бернини, Итальянский композитор Петро Маскани, Нидерландский и американский астроном Джерард Петер Койпи, Советский летчик-истребитель Екатерина Буданова, Американский певец и автор песен, композитор, актер Том Уэйтс. Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь. Стало так грустно, труп, Лишь снег и луна за окном Звонит мне как-то друг Приезжай, посиди, попьем Я поехал, гитару взял Там девчонки и песен хотят И попал с корабля на бал И увидел в гостях тебя В городском саду падал снег Я по снегу к тебе иду Как под музыку падал снег В городском саду Как под музыку падал снег В городском саду В каждом есть свой секрет Да трудно в душе прочесть Есть оно счастье? Нет Да где-то, наверное, есть И вот улетела грусть В прошлом она уже Я не с тобой, но пусть Ведь ты у меня в душе В городском саду падал снег Я по снегу к тебе иду Как под музыку падал снег В городском саду В городском саду Как под музыку падал снег В городском саду Снег шел тогда густой Вечер смотрел в окно Помнишь, а мы с тобой Говорили и пили вино Снегом все замело И закружило судьбу Мне без тебя тяжело Я без тебя не могу В городском саду падал снег Я по снегу к тебе иду Как под музыку падал снег В городском саду Как под музыку падал снег В городском саду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В городском саду падал снег Я по снегу к тебе иду Как под мужику падал снег В городском саду Как под мужику падал снег В городском саду В эфире информационно-мускальная программа «Республика». Сегодня среда, 7 декабря. Зима уверенно входит в свои права. Обильный снегопад, мороз и гололед на дорогах заставляют водители быть более бдительными за рулем, дабы не допустить ДТП. В свою же очередь дорожники Республики работают в авральном режиме. Дорожники работают как в районах, так и на улицах столицы Республики. Подробности в репортаже Валерии Дагужеевой. Уже с первых дней декабря, как начались обильные осадки, техника с противогололедным реагентом и песком выехала на дороги Карачаева-Черкесии. Сугробы и гололед на дорогах приводят затором на них. Если федеральные трассы и районы центра еще более или менее очищены, то вопрос с отдельными трассами и перевалами стоит острым. Главный инженер из Джигутинского ДРСУ Султан Наурузов более подробно рассказал о ходе снегоуборочных работ в отдельных аулах и на перевале. У нас основная дорога, вот эта Резе, в сторону Кисловодска, 27 километров, Козылкала 12 километров, Гюльдовик 3 километра, Косногорка 4 километра, Кубина 3 километра, Кайдан 5 километров, Сары-Пюс 7 километров. Лжи все подсыпали. Пока снегопад не прекращался, работа кипела круглосуточно, говорит водитель КАМАЗа ДРСУ Альберт Байрамуков. Машины наполняют тоннами песка и реагентов, после чего отправляют на определенный участок дороги. Одного полного кузова хватает на 6 километров дороги. У нас гравит не наармированный, когда идет снег, день-ночь нету, работаем, а когда нету, уезжаем на проверки. Вчера у нас снегопад был, вот со вчерашнего дня работаем, еще снег идет, мы работаем. Слой песка, чтобы машины не скользили, ну, смотря какой снег, какой гололед, какой аварийный участок дороги, какой, сходя из этого. И повороты, подъемы подсыпаются, естественно, большой слой, а где ровно, чтобы не сильно скользило, так подсыпаем. Дорожные работы полным ходом ведутся и в республиканской столице, но тут от очистки дорог от снега задействовано больше спецтехники. Альберт Бжунаев, инспектор безопасности дорожного движения отдела МВД по городу Черкесску, еще раз призывает водителей быть более бдительными на дорогах. При наступлении неблагоприятных погодных условий, а именно снегопады или повышенной скользкости дорожного полотна, задействуется специальная снегоуборочная техника. Производится снегоочистка и обработка дорожного полотна специальными противогололедными материалами. В данных мероприятиях задействуются более 10 единиц техники МВД и организации спецавтохозяйства. По прогнозам синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, такая морозная снежная погода продержится всю неделю, поэтому сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, дабы не допустить столкновений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжаем эфир Республиканского радио. 3 декабря В органах Пенсионного фонда Республики проходит ДКД людей с ограниченными возможностями. Весь комплекс мероприятий призван повысить уровень знаний пенсионного законодательства, зашить прав и достоинства людей с ограниченными возможностями, а также способствовать повышению их благополучия. У нас в Республике их число составляет свыше 11% от всего населения региона. По законодательству инвалиды 1, 2 или 3 группы имеют право на один из видов пенсии по инвалидности – страховую, социальную или же по государственному пенсионному обеспечению. Например, страховую пенсию по инвалидности в Республике получает порядка 17,7 тысяч человек. Средний размер такой пенсии составляет 8 358 рублей. А отдельные категории инвалидов имеют право получать одновременно два вида пенсии – пенсию по инвалидности, по государственному пенсионному обеспечению и страховую пенсию по старости. Сотрудники регионального пенсионного фонда с особым вниманием относятся к клиентам с ограниченными возможностями здоровья. Во всех территориальных органах Пенсионного фонда по Карачаевой Черкесии в рамках декады людей с ограниченными возможностями проходят встречи, выезды в общественные организации инвалидов, посещение специализированных социальных учреждений и другие информационно-разъяснительные мероприятия, на которых сотрудники Пенсионного фонда рассказывают о государственных услугах, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации и способах их получения. На встречах речь идет о том, что во всех территориальных органах Пенсионного фонда по Республике для инвалидов-колясочников оборудованы пантусы и отдельные кабинки для приема граждан. Кроме того, граждан с ограниченными возможностями здоровья принимают в индивидуальном порядке по предварительной записи, а при необходимости без очереди или с выездом на дом. Также ряд государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом России, граждане, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, могут получить и вовсе не посещая территориальный орган Пенсионного фонда. С начала года на официальном сайте действует ряд электронных сервисов. В частности, с его помощью можно узнать информацию о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на индивидуальном счете гражданина в Пенсионном фонде. Получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета, информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках программы государственного софинансирования пенсии. Кроме того, через сервис можно заказать необходимый документ или справку. Через личный кабинет можно также подать заявление на назначение пенсии или выбор ее способа доставки и многое другое. Все это позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья в полной мере получать положенные им по закону услуги. Специалисты Пенсионного фонда также рассказывают на встречах обо всех нововведениях и изменениях в пенсионной системе, которые произошли в 2015-2016 годах, а также о том, как они реализуются на территории Карачаева-Черкесии. Напоминают, что с 2015 года в России используется новая формула расчета пенсии. На размер пенсии по действующей формуле влияет стаж, размер официальной белой зарплаты и время выхода на пенсию. Все пенсионные права, заработанные в течение трудовой деятельности, суммируются и переводятся в пенсионные баллы. Все граждане с ограниченными возможностями являются получателями пенсии. Им уже известно, что в январе 2017 года их ждет единовременная выплата в размере 5000 рублей, и у них по этому поводу возникают вопросы. Специалисты Пенсионного фонда поясняют, как и кому будет осуществляться данная выплата, и что она будет разовой и пройдет в январе 2017 года. И ее получат, как и предполагается, абсолютно все пенсионеры. На встречах также обсуждают вопросы распоряжения средствами материнского семейного капитала. С 2016 года список направлений использования средств материнского капитала расширился. Помимо улучшения жилищных условий, образования детей и будущей пенсии мамы, теперь владельцы сертификата на материнский капитал смогут направлять его средства на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Ты знаешь, да хочется жить, Наслаждаться восходом багряны, Жить, чтобы просто любить Всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, да хочется жить, Просыпаться с тобой на рассвете, Взять и кофе сварить, Пока еще спят все на свете. Ты знаешь, да хочется жить, Жить, как не напишут в газете, Взять и все раздарить, Жить, чтобы помнили дети, Ты знаешь, да хочется жить, Вмиг, когда тебя задавила, Встать и всем объявить, Я вернусь, даже если прибила. Я вернусь, да хочется жить, Я вернусь, да хочется жить, Ты знаешь, да хочется жить, В ту минуту, что роковая, Все плохое забыть, Все плохое забыть, Всех простить, Лишь прощенье, спасенье, Я знаю, Ты знаешь, да хочется жить, Ты знаешь, да хочется жить, В зимнем саду спящей вишней, Что по весне рассвести, Дерево для новой жизни. Продолжаем эфир. Специалисты управления Роспотребнадзора По Карачево-Черкесии установили контроль За лечебно-профилактическими учреждениями Для проведения учета и анализа заболеваемости гриппом И острыми респираторными вирусными инфекциями. В нашей республике, по их данным, Наблюдается рост количества заболевших ОРВИ. Подробности в комментарии Руфины Ковалевой. В Карачево-Черкесии на минувшие недели Продолжился сезонный рост заболеваемости Острыми респираторными вирусными инфекциями. Наибольшие темпы прироста заболеваемости Наблюдаются среди взрослого населения, А также среди детей от 7 до 14 лет. Среди административных территорий Карачаева-Черкесии, Не считая город Черкесск, Наибольшее число заболевших зафиксировано В Прикубанском районе 96 человек, В Малокарачаевском 82 человека И в Усть-Жигутинском районах 66 человек. По данным мониторинга за циркуляцией Респираторных вирусов в Карачаево-Черкесской республике, Осуществляемого Центром гигиены и эпидемиологии, За период с октября 2016 года обследовано 73 заболевших И обратившихся за медицинской помощью. Выделены 15 штаммов вируса АН3Н2 и 1 штамм гриппа группы В. Необходимо отметить, что эти штаммы вирусов гриппа Включены в состав вакцины против гриппа для сезона 2016-2017 годов. В настоящее время постановлением Главного государственного санитарного врача по Карачаево-Черкесии Разработан ряд мер по профилактике гриппа И острых респираторных вирусных инфекций в текущем эпидсезоне. Среди них рекомендации руководителям Различных организаций и образовательных учреждений, Создание запаса основных химиопрофилактических И химиотерапевтических противогриппозных средств, масок, А также аппаратов для искусственной вентиляции легких С учетом возможного массового поражения населения, Закупка противогриппозных вакцин для иммунизации лиц, Не относящихся к группам риска, Определенных национальным календарем профилактических прививок и т.д. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, Что в настоящее время, несмотря на относительно благополучную Эпидемическую ситуацию, сложившуюся в нашей республике, Профилактика острых респираторных вирусных инфекций является актуальной. На подъеме заболеваемости целесообразно проводить витаминопрофилактику, А также использовать другие способы стимуляции иммунитета. В этот период особенно важно подбирать одежду в соответствии с погодными условиями. Она должна быть в меру теплой, чтобы не допустить как переохлаждения, Так и перегрева организма. Для стимулирования иммунитета полезно укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, Старайтесь больше находиться на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде. Старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице, Говорят специалисты. Если вы промочили ноги, необходимо пропарить их сразу по возвращении домой. Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в свой рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций, Цитрусовый, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, Твердые сыры, отварную рыбу, говядину, Морковь со сметаной, изюмом или курагой и другое. И самая главная рекомендация остается прежней. При заболевании острой респираторной вирусной инфекции Обязательно даже в случае легкого заболевания Обратиться за консультацией к медицинским специалистам. Важно помнить, большинство случаев осложнений и трагических исходов Происходят при отказе от прививок, самолечении и несвоевременном обращении к врачу. Просто здравствуй, просто как дела? Наверно, так начну при встрече я, А пока смотрю издалека, И слезы не от ветра в глазах. На асфальте домик белым мелом Он рисует неумело По дорожкам золотых аллей Гоняет голубей Карусель закружится Отражением буржица И так все желания сбудутся А ты, а ты... Плачь и смотри Со стороны Счастье босиком Пока вру перед сном Плачь и смотри У него глаза твои И если бы не ты Мы бы были вдвоем Плачь и смотри Со стороны Счастье босиком Пока вру перед сном Плачь и смотри У него глаза твои Если бы не ты Просто здравствуй, просто как дела? Опять в моей руке твоя рука В парке по субботам, как всегда На счастье есть у нас два часа В ручке кораблей белый-белый Ноже встанет капитаном смелым А пока в тени пусты Олей гоняет голубей Карусель закружится Отражением в лужицах Все желания сбудутся А ты, а ты, а ты Плачь и смотри со стороны Счастье босиком, пока вру перед сном Плачь и смотри У него глаза твои И если бы не ты Плачь и смотри Плачь и смотри Счастье босиком, пока вру перед сном Плачь и смотри У него глаза твои И если бы не ты Мы бы были вдвоем Плачь и смотри Счастье босиком, пока вру перед сном Счастье босиком, пока вру перед сном Плачь и смотри У него глаза твои И если бы не ты Плачь и смотри Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Сегодня по Карачаево-Черкесии Ожидается переменная облачность Днем мокрый снег В отдельных районах сильный Налипание снега Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду Порывы до 18 метров Температура воздуха 0-5 В горах Минус 5-10 На дорогах снежный накат Гололедица В горах Карачаево-Черкесии С 6 по 8 декабря Лавина опасна В Черкесии Днем мокрый снег Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду Порывы до 18 метров Температура воздуха 0-2 градусов Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделать шаг в пустоту Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделать шаг и уйти Оглянуться нельзя Мы теперь не враги Мы теперь не друзья Это сложно понять Ведь мы не ангелы Всего лишь несколько дней Осталось нам Уже летим по своим мирам Всего лишь детская игра Но ты забыла Но ты забыла Субтитры сделал DimaTorzok На этом информационно-мускальная программа Радио Карачаево-Черкесии Республика Подошла к концу Выпуск подготовлен корреспондентами Службы информации Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев В студии работала Болду Байрамукова Я прощаюсь с вами И желаю вам удачного дня И хорошего настроения Оставайтесь с нами Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok